Приветствую вас дорогие зрители на своем канале, посвященном миру кораблей. Вещать сегодня будет Jedi46, а темой для видео станет разбор итальянского эсминца Паула и Вилью в реалиях патча 0.10.0. В этом ролике я подробно расскажу о плюсах и минусах данного корабля, о том какие перки стоит брать, а какие нет, а также покажу один неприятный баг из текущего обновления. Но обо всем по порядку, и начнем мы с того, что это за корабль и как его получить. Паула это премиум на эсминце 9 уровня, который приобретается за очки исследований. Для того, чтобы лучше понять его особенности, я сравню его с наиболее похожими под ДХ кораблями. Это будет советский Хабаровск и французский Магатор. При первом взгляде сразу можно заметить внешнее сходство. Это лидеры эсминцев с огромных размеров корпусами и четырьмя сдвоенными орудийными установками. Смотрим в ТТХ и видим сходство еще и в скорости. Тут Паула может даже дать фору французу, но только пока работает его форсаж. ПВО такое же, как и у собратьев, достаточно слабое, но иногда самолеты все же сбивают. Торпеды короткие, всего на 6 километров, но при этом лучшие по урону, почти 24 тысячи за попадание. Маскировка лишь немногим лучше француза и составляет 7,1 километр полной раскачки. Казалось бы, это очередной арт эсминец, который будет, полагаясь на свою скорость и живучесть, изничтожать противников на дистанции. Однако, когда дело доходит о живучести и артиллерией, появляются кардинальные различия между данными кораблями. Боеспособность Паула составляет 24 400 очков прочности, это лучший показатель на уровне, и он куда выше, чем у Магадора и Хабаровска. Однако, в отличие от последнего, у нас совершенно нет брони, ровно как и возможности взять ремонтную команду. И если у французского Магадора это компенсируется особыми настройками корпуса, которые снижают получаемый урон после нескольких попаданий, то итальянцу данную особенность также не дали. В связи с этим, любой фугасный залп по нам может обернуться потерей доброй половины ХП, если не ваншоток, ибо промазать по такой большой цели будет сложно, если противник правильно берет упреждение. Смотря на артиллерию, вопроса становится еще больше. У нас нет бронебойных снарядов, их замедили на полубронебойных. При этом ГК имеет ужасную скорострельность и просто худший ДПМ на уровне при стрельбе фугаса. А если вы думаете, что полубронебойки позволят вам ваншотать эсминцы, то и тут тоже облом. Наносимый им урон действительно большой, и за один удачный залп можно снять эсминцу противника добрую половину ХП, но это только если он будет идти к вам бортом. Стоит противнику подвернуть носом или кормой, как наносимый нашими полубронебойками урон падает почти до нуля. Возникает закономерный вопрос, а как же тогда играть на этом эсминце? И ответ на него кроется в наших расходниках. Демогенератор полного хода позволяет нам подобраться вплотную к противникам, оставаясь при этом незамеченным, а боевой форсаж упростит нам эту задачу, поскольку вкупе с влажными сигналами и перками командира мы можем разогнать наш Паула свыше 60 узлов. Оказавшись вплотную к противнику, разряжаем в него наши торпеды и наслаждаемся получением сокрушительного удара. Стоит обратить внимание и на то, что у нас три торпедных аппарата, по одному на каждый борт, плюс центральный, который может наводиться в обе стороны. При этом большинству противников обычно хватает залпа и одного торпедного аппарата, поэтому иногда можно наловчиться и забрать сразу нескольких врагов подряд, разрядив каждого по смертоносному вееру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рỹ не выигралeter, это завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ручит его. Итого, вместо артиллериста мы получили очень быстрого и очень опасного пикеровщика, который при игре против невнимательного противника не оставит ему и шансов на выживание. Однако, стоит заметить, что сработает данная тактика от них не всегда и выбирать момент для атаки нужно очень тщательно, особенно если вы не хотите, чтобы эта атака была последней. Стоит помнить, что дымы в полной раскачке работают всего 44 секунды и перезаряжаются при этом больше двух минут, а с форсажем ситуация почти полностью аналогична, разве что время работы чуть дольше. Также не стоит забывать и про вражеский РЛС и гад, и то, что наш корабль по размеру сопоставим с легким крейсером, а как следствие, засвет во время пикирования на противника это почти гарантированная путевка в форте. Максимальная результативная тактика боя на Паоло будет зависеть во многом от сетапов команд и от карты, на которую нас забросило. Однако, в большинстве случаев мы будем придерживаться одного из двух вариантов. Первый, когда у нас в команде много эсминцев или есть авианосец и при этом карта с захватом точек. В таком случае, держимся чуть позади солидных эсминцев и помогаем им в борьбе за точку против вражеских треугольников. Или же можем сами зайти на точку и захватить ее, воспользовавшись дымами. Их у нас все равно много и хватит на весь бой. Во втором же случае, если нас некому прикрыть или если есть опасность нарваться на сильного противника, ну или как вариант попалась карта без захвата точек, нам следует держаться ближе к союзникам и просто ждать удобного момента. Самым удобным же моментом для нашей атаки станет тот, когда противники остались без РЛС и ГАФа и уже не смогут нас обнаружить. При этом, планируя пути атаки, мы должны обратить внимание и на пути отступления, чтобы эта атака не закончилась разменом один в один. Во время атаки все очень просто. Мы идем прямо на какой-нибудь зазевавшийся линкон, на дистанции в 7,3 км нажимаем дымы и форсаж, откидываем торпеды по врагу приблизительно на 3-х километровой дистанции и сразу же разворачиваемся на отход. Если, конечно, противник не был один на фланте. После данного маневра ждем 2 минуты и повторяем уже со следующим врагом. И так, собственно, до конца боя. Настало время разобрать перки командира и модули, которые помогут нам при реализации нашей тактики. Начнем с модулей. Первый слот – основное вооружение. Второй слот – машинное отделение. Третий слот – улучшенные торпеды. Четвертый слот – энергетическая установка. Пятый слот – маскировка. И шестой слот – перезарядка ГК. Здесь сразу следует уточнить по поводу шестого слота. Улучшенные торпедные аппараты в шестом слоте снижают перезарядку и увеличивают шанс крита модуль. И по сути будут только мешать нам. Так как торпеды мы будем использовать почти всегда только по откату расходников. И ускоренная перезарядка будет просто простая. А вот получить критический удар по модулю во время пикирования для нас будет болезнен. Поэтому за неимением ничего более полезного в шестой слот отправляется перезарядка ГК. Перки командира и порядок и взятие вы можете сейчас видеть на экране. Отдельное упоминание тут заслуживает осмотрительный. Этот перк дает нам прибавку к скорости в 8%. И является ключевым навыком нашего билда. И небольшое уточнение про ослепляющий. Данный перк хоть и не сильно, но повысит нашу живучесть в случае засвета противника. Однако он не является обязательным и его можно заменить на более предпочтительные перки для вас. Например на пелинг, который будет полезен если мы нажали дымы, а враги при этом отсветились. Про флажные сигналы стоит отметить 4 флага без которых нам не обойтись. Это очевидно флаг на скорость, на время работы дымов, на перезарядку снаряжения и флаг от детонации. Остальное же ставим уже по желанию. Теперь когда с тактикой игры и билдом мы закончили, я как и обещал расскажу про один неприятный баг, который хоть и не критичен, но забывать про него в бою не стоит. Заключается он в том, что при полной раскачке и обвесе наш корабль может разогнаться свыше 60 узлов, в то время как дымогенератор полного хода, несмотря на свое название, просто не рассчитан на такую большую скорость. И в итоге наш итальянец во время пикирования может обогнать свои собственные дымы и получить залп от удивленных противников. Данный баг я обнаружил совершенно случайно, буквально в первом же бою после патча 0.10.0 и информацию о нем сразу же отправил в ЦПП. Поэтому сейчас остается только ждать фикса и стараться иногда не уридовать в дымах, чтобы не превысить заветные 60 углов. Как итоги и краткое резюме по данному кораблю я могу сказать, что если вы хотите почувствовать особенный геймплей, который не реализован на других кораблях, если вы любите динамичные урывы толпы противников, то этот корабль однозначно для вас. На текущий момент из всех покупок за очки исследования это выглядит наиболее привлекательно и я нисколько не пожалел потраченных на нее ресурсов. На этом будем заканчивать. Данное видео я постарался сделать максимально подробно и надеюсь, что оно вам понравится. Если так, жмите лайки и делайте репосты. А заодно напишите в комментариях, какой формат роликов вам нравится больше, с кратким или же с подробным обзором. Также подписывайтесь на мой твич канал, а я же с вами прощаюсь. Всем удачи и до встречи в следующем видео.